Друзья, всем большой привет! Сегодня я хочу поделиться с вами классным советом и рецептом, как сделать в домашних условиях довольно недорого суперклей. Так что устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Поехали! Итак, для изготовления суперклея в домашних условиях берем стеклянную тару, столовую ложку, воду я набрал обычную из-под крана, 2 столовые ложки воды наливаю в баночку. Затем ее нужно немного прогреть. Можно взять фен, либо газовую горелочку, но не пересердствуйте, чтобы вода не закипела. Прогреваем ее, делая градусов 60 примерно. Когда вода прогрелась, берем уксусную кислоту 70% и также при помощи обычной ложки замеряем одну ложечку и выливаем ее в нашу тару с водой. Затем берем обычный пищевой желатин, который продается в магазине, 10 граммов пакетик, и высыпаем его в стеклянную тару с водой и уксусом. Хорошенько перемешиваем до однородной массы. Затем берем галицерин, в аптеке стоит копейки, там буквально 20 рублей, и его нам понадобится пол столовой ложки. Отмеряем и наливаем. Ну и естественно все это дело хорошенько перемешиваем. В итоге должен получиться такой полупрозрачный клей с желтоватым оттенком. Для испытания взял две обычных доски, клей без кисточки, можно вот так вот палочкой наносить. Далее аккуратненько все это дело соединяем и струбцинками фиксируем примерно пару часов. Откладываем в сторону, далее взял две вот таких вот пластиковых из оргстекла полосочки, попробуем их тоже склеить. На одну просто наносим состав нашего клея. А вторую попробуем наждачной бумагой немного зачистить, чтобы поверхность стала шероховатой. И также их соединить. Вот клей вылез и уже попробовал перчатки, они уже клеятся. Все, соединяем струбцинкой. Далее я хочу попробовать склеить две полоски из гофрированного картона в качестве эксперимента, так сказать. Также наносим и соединяем. Взял еще пару дощечек, решил их склеить немного по-другому. Позже покажу зачем я это сделал. Хорошенько намазываем и соединяем струбцинкой. Оставляем высыхать на пару часов. Все, прошло пару часов. Клей застыл полностью, вот я его трогаю, он уже тверденький. Давайте теперь попробуем разорвать вот эти две доски. Держатся они довольно крепко. Сейчас я хочу попробовать их сломать небольшими усилиями. Ну как бы доска прогинается, но ничего не отклеивается. Сейчас хочу попробовать взять, соединить вот таким шнуром эти доски и попробовать обычными весами кухонными на разрыв и узнать сколько килограмм примерно выдержит эта клееная часть. Ну показала максимальное количество, насколько выдерживают весы, что-то порядка 80 килограмм. Плохо видно, конечно, на камере было. Давайте далее, теперь попробуем разорвать вот эти бумажные склеенные заготовочки. Как вы видите, на разрыв они не идут. Рвется сама бумага, сам картон. И вот если их расклеить, склеились они просто идеально. Давайте попробуем на разрыв отклеить две пластиковые заготовки из оргстекла. На разрыв они не идут. Попробуем вот так вот. Опа! Так они отклеились. Что интересно, вот та, которая была шершавая, на ней клей остался. А та, которая гладкая, на ней клей нет. И последнее, что я хочу сделать, это вот эти вот две дощечки, которые я первые сам и склеивал. Попробую сбить молотком. Молотком она вообще никак не сбивается. Бью довольно сильно, прям практически со всей силы. Доска сама мнется и нифига не отклеивается. Продолжение следует... Просто нереально держит крепко этот суперклеер. Пробую руками оторвать, нифига... Давайте попробуем отверткой. Как вы видите, ломаются кусочки доски, но она не отстает. Ну, будем пробовать с другой стороны от... А с другой стороны она отклеилась. Как вы видите, прям с волокнами отошла, можно так сказать. Ну, в целом, клей реально классный и стоит копейки. Ну, а на сегодня у меня все. Большое спасибо за просмотр. Добра, удачи и успехов. Пока-пока.